Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале Здоровье, Тренировках и Жизни. Сегодня я открываю цикл передач, которые будут посвящены теме стволовых клеток. Потому что это очень интересная тема, довольно сложная тема. Но все будет максимально просто и понятно. Все буду объяснять своим языком, простыми словами. Уже больше месяца я изучаю эту тему. Мне это очень интересная тема. Я думаю, вам тоже она будет интересна. Смотрите, есть разные аспекты этой темы. И в одном видео, конечно, здесь рассказано все не будет. Сегодня я предлагаю поговорить вам о стволовых клетках и о омоложении. Я, конечно, понимаю, что мужики не все интересуются омоложением. Но все-таки многие интересуются. Все хотят выглядеть моложе, чем они есть. И это не относится к какому-то конкретному полу, да, допустим. Конечно, можно сказать, что девушки хотят чаще выглядеть моложе, да. В принципе, это понятно, это нормально. Но в основном они хотят выглядеть моложе, чтобы нам больше нравиться, мужикам, да. И мы тоже по каким-то причинам хотят выглядеть моложе. В любом случае, эта информация будет интересной. И вы должны понимать, что происходит сейчас в мире медицины. Как меняется мир, а мир очень сильно меняется. С тем, как начали изучать, с той скоростью, которая сейчас двигается, изучение стволовых клеток, это может измениться в ближайшее время очень сильно. И нужно быть в курсе, нужно понимать, к чему вообще двигается и чем это все вообще выражается. Что именно происходит в этом мире. Так что поговорим о стволовых клетках и омоложении в этом видосе. Погнали. Что такое вообще стволовые клетки. Стволовые клетки, чтобы понимать, изначально вообще мы получились из одной стволовой клетки. То есть разные типы стволовых клеток. Вот самая из них необычная, скажем так, это клетка, с которой вообще вырос целый организм. То есть, допустим, мы появились из одной облаготворенной яйцеклетки. Это всего лишь одна клетка. И она тоже является стволовой клеткой. То есть из нее вырос целый организм. И это уникальная клетка. Вообще, что такое стволовая клетка? Это клетка, которая не дифференцированная. Что такое не дифференцированная? Это слово может казаться сложным. Простым языком, то есть это клетка, которая еще не определилась, какой клеткой она станет. То есть это клетка, которая может стать любой клеткой. Но нужно понимать отличия клеток. Потому что не все стволовые клетки могут стать любыми клетками в организме. И это ключевое, что нужно понять. То есть, чтобы рассказать вам о омоложении, нужно рассказать вам базовую информацию о стволовых клетках. Итак, основные типы клеток. Стволовые клетки бывают мультипатентные, бывают унипатентные и бывают плюрипатентные. Чем же отличие этих клеток? В чем отличие этих клеток? Унипатентные клетки стволовые, они могут превратиться только в один тип клеток. И в организме их ценность меньше, но они тоже очень ценны. Это клетки, которые тоже могут делиться, как и любые стволовые клетки, способны очень сильно и быстро делиться. Из нескольких стволовых клеток может вырасти просто миллиарды клеток, миллионы, миллиарды клеток, как хотите. Так вот, унитарная клетка, вот эта унипатентная клетка, она может превратиться только в один тип клеток. Плюрипатентная клетка, она может превратиться в любой тип клеток в организме. То есть, это стволовая клетка, которая может стать вообще любой клеткой в организме. А мультипатентная клетка – это клетка, которая может превратиться только в определенный набор клеток из тех тканей, откуда она взята. То есть это ключевое понятие, чтобы различать вообще есть. Есть и другие названия клеток, но это самые основные, так как их очень много. Повторюсь, тема стволовых клеток, она очень обширная. Зачем это нужно понимать? Потому что в омоложении есть разные области, разные спектры, в которых нужно действовать. Вообще старение – это биологически нормальный процесс, вы понимаете, да? Последнее, что изучили ученые, они считают, что все-таки старение происходит из-за того, что в геноме человека уже заложено то, что мы будем стареть. То есть в определенные моменты жизни происходит, скажем так, клеточный сбой, который заложен уже у нас в коде, в нашем внутреннем коде. Мне, как котишнику, вообще это нравится говорить. То есть у нас уже заложен код, который дает сбой, определенный баг, который специально внедрен в эту программу и который приводит в определенный момент сбоем. То есть наши клетки начинают делиться не совсем правильно, с минимальными сбоями, потом эти сбои накапливаются еще больше. И чем больше таких, скажем так, мутаций происходит, тем быстрее происходит старение. На это могут повлиять разные факторы. Неправильный образ жизни усиливает, ускоряет эти процессы неправильного деления клеток. Это плохая экология, это, конечно, спиртное, курение. Когда мы дышим вот этими газами, которые выделяются, например, от транспорта, да, то есть вот эта плохая экология, которая вокруг нас. Это все точно влияет на это все, влияет на наше качество нашего кода, на наше ДНК. Это происходит на уровне ДНК, и клетки постоянно в организме обновляются, и в какой-то момент они начинают обновляться плохо, и мы начинаем стареть. Ученые сейчас во всем мире борются с этим. Зачем с этим бороться? Потому что в мире сейчас очень много людей, которые находятся уже в пожилом возрасте. Особенно, если вы знаете такой период бэби-бума в Штатах, в Америке, да, был, когда родилось очень много детей в послевоенное время, очень много детей. Сейчас они становятся уже все стариками. И это все очень большая нагрузка на экономики стран. То есть, да, это чуть не связано с омоложением, но это связано в целом понятие, почему ученые этим вообще занялись, почему они заморочились этим. То есть люди, которые в пожилом возрасте, которые, допустим, выходят на пенсии, получают там страховые выплаты или пенсии, например, в наших странах это просто пенсии, они есть как бы для экономики напрягом, так как они уже не приносят столько денег для экономики, но они уже хотят получить свои деньги обратно, которые они когда-то вложили, да, допустим, как работает пенсия вообще. То есть люди стареют, и это невыгодно экономически, и их гораздо больше становится в мире стареющих людей. То есть то, что говорят, что проблема из перенаселения планеты, ну, я не буду поднимать эту тему, конечно, в видео, но на самом деле людей очень много, детей, очень много людей, которых пенсионного возраста, которые стареют, и молодых не так уж много людей, и ученые хотят, чтобы люди в активном возрасте, чтобы люди в этом возрасте были более активными, чтобы старики, например, могли как-то участвовать больше в жизни нашей. То есть да, реально ученые заморачиваются с такими вопросами. Выгодно ли это, невыгодно политикам? Не будем это обсуждать в этом видосе. Старение кожи, это тоже биологически очень сложный процесс, но это нормально. Происходит старение кожи, происходит нарушение связи коллагенов и коллагена, и это приводит к тому, что кожа теряет свою эластичность. По сути, это и есть процессом старения кожи. То есть теряется эластичность, кожа становится не такой плотной, не такой упругой, в ней появляются морщины, и она становится более утонченной, она утончается с возрастом. И это все, опять же, приводит к плохому виду внешней кожи. Так вот, чтобы сделать кожу лучше, чтобы молодить кожу, ученые поняли, что есть механизмы гомеостаза клеток, скажем так, да? То есть в коже есть также клетки, которые способны ее восстанавливать, и это стволовые клетки. То есть если стволовые клетки работают хорошо, например, в молодости, так как они уменьшаются с возрастом, количество стволовых клеток, чем вы старше, тем их меньше. И эти клетки становятся все меньше и меньше их количества, вашей кожи. То есть, по сути, регенерация ваша, вы хуже регенерите, кожа хуже регенерируется, хуже заживляются раны. У стариков раны могут быть месяцами вообще. У меня вот дед там ходит, у него какая-то там на руке была собака, укусила его там, он с этой ранкой ходил несколько месяцев. То есть это все долго заживается, не так, как у молодых организмов. Чтобы вы понимали, насколько мы способны регенерить, конечно, не как Росомаха, да, в Иксменах, но если эту информацию я не подтверждал, но нашел в одном из источников, что если у детей, маленьких детей, у них, допустим, будет поврежден кончик пальца, имеется в виду кончик там до ногтя, не с ногтем, да, небольшой кончик пальца, то у них настолько много стволовых клеток в организме, что он сможет восстановить этот кончик пальца. Не проверяйте эту информацию, просто задумайтесь, насколько вообще это все интересно. И мы, по сути, реально можем регенерировать. Стволовые клетки в нужный момент времени, они просто регенерируют определенные ткани, которые им нужны в этот момент. Если вы, например, травму получили, если у вас какая-то рана, включаются стволовые клетки и восстанавливаются эти ткани. То есть это регенерация, это создание новых клеток, новых тканей. Это очень круто. И ученые пытаются таким образом воздействовать на ваш организм, обновлять вашу кожу. То есть какие есть пути? Стволовые клетки добываются разными путями. Вы, например, можете при рождении ребенка, вот у меня сын, когда рождался, нам предложили взять пуповинную кровь. То есть когда он рождается, с ним следом идет послед еще. И все это вместе, в нем находится пуповинная кровь. То есть вокруг ребенка, скажем так. И вот эта кровь, которая через пуповину, которая соединена, ребенок соединен с плацентой, и там есть пуповинная кровь. Так вот ее предлагают вам, например, заморозить в банке. Банк, я имею в виду банк, где хранится это все. То есть как банк с деньгами, да? А это банк хранения вот этой крови, пуповинной крови. То есть ее замораживают в азоте, и вы в протяжении жизни можете пользоваться этой пуповинной кровью. Это отдельная тема отдельного видео, это все. Но это называется эмбриональная, скажем так. Это не эмбриональная, это пуповинная кровь, где берутся стволовые клетки. Но есть еще эмбриональная кровь. Эмбриональные стволовые клетки, то есть когда, например, происходят аборты, то я так подозреваю, есть, наверное, в мире существует не очень чистый рынок этого всего, то есть там, когда происходят аборты, там тоже в эмбрионе есть много стволовых клеток, это и называется эмбриональные стволовые клетки, то есть в самом эмбрионе человеческом. Эта тема сложная, я тоже не буду ее здесь развивать в этом видео. Так вот, закончу про, давайте, поповинную кровь. Эту кровь забирают в банки и на протяжении жизни, допустим, этому ребенку можно использовать эти стволовые клетки, чтобы его лечить. Я не сторонник этой идеи, и мы этим не занялись, то есть мы не сохранили кровь эту, мне когда сын рождался, да. По сути, теоретически, если, допустим, что-то действительно происходит, то вы можете забеременеть еще раз и взять, чтобы вылечить, допустим, первого ребенка, вы можете взять поповинную кровь второго ребенка и ею лечить первого ребенка. Это чуть, я отхожу от темы, но это все очень интересные штуки. Если будет очень интересна эта тема, пишите мне под видео, и я сниму на эту тему видео в ближайшее время. Погнали дальше. Где можно еще брать эти клетки? Стволовые клетки берутся еще с красного костного мозга, например. То есть они, есть определенные типы клеток, которые когда мы эмбрионы, а есть клетки, которые уже в взрослом организме находятся. Вот в нашем взрослом организме они в основном находятся в костном мозге, и там их довольно много. В некоторых тканях организма их меньше или больше, в некоторых вообще нет. То есть, например, в сердце их очень мало клеток стволовых. Они там есть, но очень мизерное количество. Сердце практически не восстанавливается. И очень быстро, если что-то с ним не так, оно очень быстро умирает. На эту тему будет отдельное видео в ближайшее время про сердце и стволовые клетки. Мезенхимальные стволовые клетки, они же жировые клетки. Это очень крутое открытие, что в жиру вообще есть клетки стволовые. Это очень интересно. Поверьте, это очень интересная штука. Смотрите, оно... Каким образом нужно взять ваши клетки жировые из вашего тела? То есть, конечно, напрашивается на мысль, то есть как кусочек жира вас должны взять или когда? Совершенно верно. У вас должны взять кусочек вашего жира. И из них уже выращиваются дальше стволовые клетки. Берутся кусок вашей ткани, кусочек маленький. Это... Есть разные методы, как это взять, да? Например, там... Например, эти клетки могут браться при липосакции. Это один из путей, скажем так. Но есть и другие способы. Скажем так, довольно простые. Так вот, из этих клеток выращиваются стволовые клетки. И в разных частях вашего тела их разное количество. Например, в руках их больше. В груди, в бедрах и в животе их меньше. То есть, из разных мест их можно добыть разное количество. То есть, что они делают? Они берут эти стволовые клетки, размножают их. То есть, их... Вы приходите, допустим, в лабораторию. У вас берут эти клетки. Через несколько недель вы приходите, их уже там просто миллионы. И эти клетки вам начинают в виде инъекций вводить организм. Тем самым, пытаясь обмолодить тебе кожу. То есть, обмолаживается сама кожа за счет вот этого большего количества стволовых клеток в вашей коже. То есть, ваша кожа начинает регенерить. Вы реально помолодеете? Это работает. Реально можно помолодеть. Все это действительно так. Вот чем именно этим сейчас и занимаются. Но смотрите, в чем нюансики. Что нужно понимать. И нужно быть грамотным в этой сфере. Я нашел, например, в штатах клинику, которая занимается тоже этим. Ну, в США вроде как это вообще незаконно. Но клиники эти существуют как в виде черного рынка какого-то. Которые занимаются стволовыми клетками. Так вот, смотрите, стволовые клетки, они используют эмбриональные стволовые клетки. И это не жировые клетки, которые жирополученные. Но в наших клиниках, допустим, в наших странах, в России, Украине, по советскому пространстве, эти клетки берутся из жировой ткани. Механизм этот не до конца изучен. И во что превратятся вообще эти клетки? Так как есть вообще общая проблема, как превратить стволовые клетки в определенный тип клеток. Это очень проблема большая, над которой сейчас ученые, в общем-то, и парятся. Как превратить, например, стволовую клетку в клетку сердца? Ведь она может стать любой клеткой. Вот, например, плюрипатентная клетка может стать любой клеткой в теле. Может, например, стать клеткой печенью, клеткой, не знаю, там, почки, клеткой кожи. Понимаете, у каждого органа есть свой тип клеток, они все разные. Вот эти жировые клетки, это так называемые мультипатентные клетки, что я вам сказал. То есть они могут превратиться не только в жир, они могут превратиться в разные типы клеток, но которые похожи на это все. То есть они похожи на кожу, похожи на жир. Это, например, какие-то хрящи могут быть. То есть это может применяться, например, в регенерации ткани, при каких-то травмах серьезных, при травмах колен. То есть в будущем я предвижу, что, скорее всего, лечится проблема с хрящами, так как сейчас хрящи никак не лечатся. Сейчас вам назначают какие-то хондропротекторы, которые защищают ваши суставы, восстанавливают ваши хрящи типа. Но на самом деле это все очень плохо работает. Очень плохо хрящи восстанавливаются, практически никак. Если вы реально повредили колено, практически это на всю жизнь, скорее всего. Сейчас очень плохо восстанавливаются колени у спортсменов. Если полетели хрящи, это надолго. Может и неизлечимо. Может как-то улучшается ситуация, но улучшить можно, скажем так, да, определенными воздействиями на суставы. Но это опять же тема отдельного видео. Так вот, вот эти стволовые клетки могут применяться в регенерации хрящевой ткани. И это очень круто. Это вообще применяется в тканевой инженерии. То есть инженеры, которые занимаются разработкой ткани. Но как заставить эту клетку превратиться конкретно в клетки, которые будут, например, восстанавливать вашу кожу, а не, например, какой-то вырастет новый хрящ, например. Это все очень сложно, это все мало изучено. Есть такая общая рекомендация, то, что я нашел в Штатах, да. Общая рекомендация. Еще это рано использовать на практике. Все, факт. То есть еще рано этим заниматься всем. Те, кто сейчас этим занимается, это, скажем так, или риск большой, на который вы должны сами пойти, или же ваше решение, да, какое-то, что вы будете этим заниматься. Или это можно использовать как-то узконаправленно. Есть уже области, сферы, где используются стволовые клетки, и это нормально, абсолютно. Некоторые сферы уже их используют. Ну, к примеру, я вот часто смотрю передачу про собак, как в Британии, в Великобритании, например. Там есть приюты для собак, а есть также клиники для собак. Вот, например, если собаке нужна срочно помощь, и, например, нужно восстановиться после ДТП, да, собака, например, сбила машину, то в Великобритании уже реально ей колят стволовые клетки, например, в суставы, и эти стволовые клетки ее восстанавливают просто моментально практически. За неделю, за одну-две недели она просто на глазах восстанавливается. То есть это уже используется на практике, например, на собаках. То есть стволовые клетки вкалываются, и собака просто реально регенерит, понимаете? Регенерация ткани происходит. Это практически невозможно. То есть медицина сейчас творит такие вещи, которые невозможны сейчас еще, пока. Но она двигается в этом пути. То есть, это все на стадии только зародыша. Вообще, стволовые клетки были изобретены, не изобретены, а открыты в 1998 году, в 1998 году. Но только с 2008 года, или с 2006, или 2008 года, они только начали применяться, как бы более-менее изучаться. Опять же, там очень много вклад в это вложили, конечно, японцы, они, японцы, очень сильно в этом всем хорошо разбираются. И это слишком мало. 2008 год, это слишком мало, это всего лишь, это чуть больше 10 лет. Это очень мало для этой новой сферы, это новая сфера, это совершенно новая сфера. И применять ее для омоложения, для омоложения кожи, я бы, например, вам еще не рекомендовал. Если вы в этом хорошо разбираетесь, если вы в этом уверены, что в какой-то конкретной клинике это сделают, и в какой-то стране, допустим, это все законно, и чисто, и прозрачно, можете попробовать поехать в эту страну, конечно, заняться этим. Я, в целом, не рекомендую пока этим еще заниматься, еще слишком рано. Я понимаю, что старение, биологическое старение не всем нравится, да, сейчас не модно быть стареющим человеком, да, люди хотят выглядеть молодо в любом возрасте. Но почему бы просто не стареть? Обычным, естественным образом, ну, появляются морщины. Я понимаю, что у женщин появляется, у девушек появляется это все раньше, чем у мужиков у нас. У нас просто толще кожи, и это все морщины появляются гораздо позже. Но они, слово, они более глубокие потом у мужиков. То есть это морщины уже такие, знаете, матерые в определенном возрасте. И, конечно, все хотят, да, красоты. Но это все еще мало изучено. Это все опасно. Если, например, у вас клетки, которые будут вам вкалывать в инъекции, вдруг они попадут куда-то не туда при инъекции. Вот эти стволовые клетки, которые вам миллионами вкалывают. Как направить именно в нужные ткани эти клетки? Вдруг они не начнут восстанавливать вам кожу, а начнут генерировать какую-то новую ткань, которая там, где ее не должно быть. То есть, например, какую-то хрящеподобную ткань где-нибудь у вас, например, в мозгу. Если она с кровотоком попадет не туда, куда нужно. Или она с током лимфы попадет не туда, куда нужно. Что тогда? То есть риски невероятно огромные. Действительно, может произойти серьезное омоложение на старте, но дальше это может привести непонятно к каким последствиям. Вы должны понимать, что это все очень близко еще с темой рака происходит. Потому что рак имеет похожие свойства деления клеток. Только, например, если раковые клетки это бесконтрольное деление клеток, то стволовые клетки они как более подконтрольное деление клеток, которое лучше контролируется. Но они очень похожи. И вы должны понимать, что стволовые клетки иногда перерождаются в раковые клетки. И это тема ближайшего видео будет, которое я вам... Вот сейчас я рекламирую. Ближайшее видео будет именно про рак и про стволовые клетки. Вы в этом видосе узнаете больше, как это работает. Я уже больше месяцев изучаю эту тему. Реально рассказывать здесь суперумными словами я вам не буду тему эту. И в следующий раз тоже. То есть максимально простым языком. Потому что голова у вас болеть будет гарантированно. Как у меня болело, когда я пытался изучить эту тему, понять эту тему. Ну мне это просто интересно. Это даже не совсем для канала. Мне просто самому это интересно. Ну мне нравится эта тема. Просто биология, анатомия. Со школы это началось еще. Что я еще хочу вам рассказать. Интересную штуку. Смотрите. Я нашел такую информацию, что если вы знаете про инсулиноподобный фактор роста. У меня были на канале на эту тему видосы. И гормон роста. Это связанные вещи. Так вот. Если есть такая связь еще. ИGF1. Это инсулиноподобный гормон. Инсулиноподобный фактор роста. И ИGFBP1. Я напишу, постараюсь в этом видео. Визуализацию вам сделаю. Есть интересная взаимосвязь вот этих факторов роста. Скажем так. Если говорить простым языком. Инсулиноподобный фактор роста. Приводит к тому, что улучшает восстановление тканей кожи. То есть улучшает. Улучшает генерацию коллагена. Улучшает восстановление при каких-то травмах кожи. Инсулиноподобный фактор роста способен. Как оказалось. Ученые нашли просто эту интересную связь. Это очень уникальная информация, ребята. Я не знаю. Возможно, этого вы нигде не даете вообще. Этой информации. Только нужно попасть на те статьи научные, на которые попал я. Чтобы найти эту информацию. Так вот, инсулиноподобный фактор роста способен улучшать состояние крови. Но как я понял эту тему. Что это значит? Какой вывод я, например, сделаю? То есть, еще раз я пропагандирую вам просто спорт. Также и девушкам, мужчинам, всем. Это на всех работает. Если вы будете повышать гормон роста в крови, гормон роста естественным путем. Просто путем тренировок в тренажерном зале. Это один из путей повышения гормона роста. Также просто хорошо высыпаясь. Это тоже будет повышать гормон роста. Также правильно питаясь. Это тоже будет повышать гормон роста. То есть, не обжираться, например, на ночь углеводами. И это тоже будет улучшать генерацию, выработку собственного гормона роста. Но лучше всего это генерируется, конечно, при тренировке. При повышении гормона роста происходит повышение инсулиноподобного фактора роста. То есть, это все еще вас омолаживает. Может быть, именно поэтому те, кто качается, те, кто тренируется долго и тренируется на протяжении всей жизни. На протяжении 40 лет, 50 лет, 60 лет. Биологически нет никаких противопоказаний к тому, чтобы качаться, ходить тренажерочку даже в 60 лет, даже в 70 лет. Вообще нет возраста, когда это противопоказано. Просто пока вы дышите, пока ваше сердце бьется, вы можете тренироваться в тренажерном зале. И это будет все улучшать ваше качество жизни, повышать гормон роста, инсулиноподобный фактор роста. Вас будет омолаживать это все. Если вы будете, например, заниматься еще периодическим голоданием, периодическое голодание способно вам увеличивать количество целовых клеток естественным путем. То есть, когда ученым уже доказано, если вы, например, голодаете, если, допустим, вы не едите хотя бы 12 часов подряд, или сутки, или 18 часов, смотрите на моем канале отдельно видео на эту тему, то это генерирует большее количество стволовых клеток. Так же самое это связано с гормоном роста. Гормон роста тоже выделяется, когда вы находитесь в состоянии голода, или близком к тому состоянию. То есть, вы когда хотите есть, и организм не получает пищу, он генерирует гормон роста. И это все тоже вас будет омолаживать естественным путем. Поэтому я за натуральное омолаживание. Я только что дал вам реально работающие инструменты омолаживания. Периодическое голодание, тренировка в тренажерном зале, к слову, это еще моржевание может быть. Моржевание тоже способствует выработке гормона роста, и все это будет способствовать в итоге вашему омоложению организма и вашей кожи, всего организма. Чем моложе вы этим займетесь, тем раньше, тем лучше. А вы, мужики, должны знать эту информацию, чтобы если ваша, допустим, жена, например, может ей сейчас, допустим, вашей жене сейчас там 45 лет, 50 лет, не знаю, и ей по каким-то причинам кажется, что она должна стать выглядеть моложе, это, конечно, вопрос соотношений и насколько она себя уверенно чувствует. Но может просто нужно почаще говорить своему любимому, что они хорошо выглядят, и что у них они красивые, у них хорошая кожа, у них все хорошо. Чтобы они не старались неестественными путями воздействовать на это, воздействовать на свою молодость, своей кожи. Еще, я вам не сказал в этом видосе, помимо того, что, например, омоложение может быть кожи, еще есть такой путь омоложения, как омоложение всего организма, но это более сложная тема. И механизмы там очень сложные и еще более плохо изученные. То есть еще есть путь омоложения самих стволовых клеток. То есть, например, ваши стволовые клетки в организме, они уже, скажу так, довольно зрелые. У них тоже есть как своеобразный возраст этих стволовых клеток. Их становится все меньше и меньше с возрастом, и их тоже было бы неплохо бы, как бы, в теории обновить. Вот и их тоже, ученые сейчас бьются над тем, как бы обновить эти стволовые клетки у вас в организме. То есть, например, а что если вам сейчас сделать, вот вам сейчас, например, 40 лет, а вам обновить клетки до такого возраста, как будто вам 20 лет. То есть, эти стволовые клетки уже будут моложе у вас в организме. По сути, они будут мощнее, они будут более способны восстанавливать ваши все ткани. То есть, регенерация всего организма будет лучше происходить. Это ли не путь к молодости вечный, да, можно подумать. Но слишком рано еще, к сожалению, слишком рано, и это все очень близко еще походит с раком. То есть, раковые клетки очень похожи, и наука, ученые пока не сильно хорошо могут отделять одно от другого, воздействовать на деление этих клеток и противодействовать тому, чтобы клетки стали бы, например, раковыми клетками. Это сейчас пока мало все еще изучено. Но я надеюсь, вам тема была очень интересна, и ждите следующие видосы на эту тему. Они будут в ближайшее время как раз этому посвящены, потому что сейчас моя голова забита этой темой. И будут целый цикл видосов на эту тему. Все, ребят, удачи, пока.